Дело Кирилла Серебренникова, что отвечать, если всё понятно. Когда не знаешь, на что ты можешь вдруг нарваться, уволят просто всех на следующий день. И это, конечно, дико интересно. Привет, вы смотрите «Откратый канал», с вами Саша Найдёнов. Сегодня у нас в гостях режиссёр Талгат Баталов. Здравствуйте. Здравствуйте. Талгат Баталов. Родился в Узбекистане. В 2007 году переехал в Москву. Учился в Ташкентском театральном институте во ВГИКе и в школе-студии МХАТ. Получил известность благодаря моноспектаклю «Узбек» стендапу, в котором автор рассказывает, как получил российское гражданство. С 2009 года сотрудничает с театром ДОК. Работал в различных театрах в России и за рубежом. Был номинирован на национальную театральную премию «Золотая маска». В документальном театре очень много говорили в начале 2010-х. В 2018 году как он себя чувствует? Да, я думаю, прекрасно, поскольку всё равно все эти технологии, которые появились в Театре ДОК и вообще документальный театр России, который зародился в Театре ДОК. Я думаю, что он так прекрасно, как такая хорошая эпидемия, разошёлся по всем театрам, включая самые крупные. И во МХАТе уже стали появляться документальные проекты. И много-много где. И даже в большом количестве провинциальных театров. Но вы, в принципе, когда в регион приезжаете, чувствуете, что люди не понимают, что это такое? Многие просто не проинформированы, не то, что они не понимают. А можете нам объяснить, что такое документальный театр? Ну, документальный театр — это одна из технологий создания спектакля. Это когда в основу пьесы ложатся реальные события. С использованием таких технологий, как вербатим, допустим. То есть это прямая речь героев. Меньше идёт художественное осмысление. Правильно? На самом деле это способ сбора материала и организации материала. А вопрос подхода — это может быть всё, что угодно. То есть какая-нибудь британская хореографическая группа 9-8, они там танцуют документальный театр в современном танце. А спектакль в театре ДОК про Беслан, то театр показывает позицию всех сторон, не делая никакого вывода, грубо говоря, не давая никакого света в конце и всех этих вещей. Но это ноль позиций, да. Но это не говорит о том, что нет никакого художественного осмысления. А что может быть предметом для документального театра, а что не может быть? Да, на самом деле всё может быть предметом для документального театра. Но, естественно, интереснее всего, когда есть живые свидетели. Когда ты можешь собирать свидетельства у реальных людей. Не когда ты просто можешь только заниматься архивом, а всё-таки когда есть реальные люди, когда есть прямая речь, и всё-таки есть персонажи, которые могут потом появиться на сцене, и они ещё остались в реальности. Я обращала внимание, что, по крайней мере, театр ДОК, они больше обращаются к каким-то остросоциальным проблемам. Это вообще как бы основная нить документального театра? Да нет, совершенно не основная. Но, мне кажется, театр ДОК занимался этим в силу того, что этим больше никто не занимался. Ни один директор не возьмётся делать в государственном театре спектакль про Сергея Магнитского, допустим, или делать спектакль про Беслан, или делать спектакль про Болотную площадь и так далее. Потому что, в принципе, политический театр на государственной сцене отсутствует. Потому что даже если худрук или главный режиссёр, наверное, будет очень хотеть это сделать, то вряд ли дирекция театра пойдёт ему навстречу. Ну, а уволят просто всех на следующий день. И всё. Я читала высказывание Театра «Ветро» Павла Руднева. Он говорил, что документальный театр не может быть, во-первых, объектом досуга, во-вторых, объектом рынка, в нём должны отсутствовать денежные отношения. Как вы относитесь к этому высказыванию? И если это так, то как жить-то? Предметом досуга он имеет в виду, наверное, всё-таки предметом такого развлечения. Поскольку документальный театр часто исследует какие-то сложные спросы и так далее, то да, это может быть не совсем как бы не развлечение вечернее. Про денежные отношения не знаю. В Театре ДОК прекрасно всю жизнь продавались билеты. Театр, который обогатился за счёт этого, но, естественно, актёры что-то получали всегда. Дело Кирилла Серебряникова как-нибудь изменило театральное сообщество? Ну, понятно, что для всех это просто такой удар. И не только, конечно, Кирилла Серебряникова. Надо всегда не забывать, что в деле ещё есть Малобродский, Итин и Апфельбаум. Да, конечно, изменило это. Это какое-то исплочение, объединение, и при этом какое-то ощущение у всех беспомощности. Потому что, ну, что бы люди ни делали, все писали там и выходили и так далее. Понятно, что никак никто не может повлиять на ситуацию. Я читала в вашем интервью 12-го года, говорили, что перед тем, как вы покинули Узбекистан, там тучи сгустились над людьми, которые как-то занимались творчеством. Про сегодняшнюю Россию можете что-то подобное сказать? Ну, я бы не сравнивал, конечно, Узбекистан и Россия, разные вещи. Про сегодняшнюю Россию, ну, не знаю. Ну, вы только что до этого спросили, дело Кирилла Серебренникова, что отвечать, если всё понятно? Конечно. Нет, ну, может быть, это всё-таки, как сказать, разовая акция, то есть это нет такого, что чувствуется, а сгущение туч. Ну, то есть посадить главного, самого свободного, одного из лучших режиссёров России, как раз в акции, мне кажется, нет. Михаил Угаров в интервью рассказывал, что, по его мнению, театр должен формировать гражданское общество. Согласны с этим? Я со всем, что говорит Угаров, согласен. Ну, конечно, конечно, что вокруг театра и так происходило, должно формироваться гражданское общество. В том числе то, что сейчас происходит с делом Кирилла Серебренникова, это тоже театр и тоже гражданское общество. Поэтому, конечно, должно. И, конечно, согласен. Но оно формируется? Это вопрос, как бы, ну, вопрос каждого конкретного театра и отдельного художника. Так было бы хорошо, имея в виду Угаров, и так должно быть. Но понятно же, что у нас всегда не так, как должно быть. Поэтому вокруг каких-то театров, ну, формируется какая-то активность, общественность и так далее. Вокруг там каких-то нет. Это вопрос того, что происходит в данном конкретном театре. Театр же это не какое-то абстрактное понятие. Это же конкретные здания, населённые конкретными людьми. Было бы, конечно, хорошо, если бы этого было больше. Свободные театры в России, они сейчас в каком состоянии? Ну, по моим ощущениям, частным театрам просто довольно сложно в финансовом плане. Я так понимаю, ну, насколько я знаю, в театре прекрасно, в Ростове-на-Дону, например, прекрасно существует театр 18+. Каждый день полный зал. Тоже частный театр, где идут только современные пьесы. В Уфе есть частный театр, где тоже, насколько я понимаю, пользуется он популярностью. Есть прекрасный проект, который делает Инна Яркова в Казани, который называется «Угол». И там тоже всё время куча всего происходит, лаборатории и спектакли и так далее, и так далее. Ну, то есть, единственное, я понимаю, что, конечно, это очень непросто финансово. Да и государственным театрам непросто финансово, но частным ещё сложнее. Говорят, что люди меньше ходят в театр. Как вы считаете, правда? Да, люди очень мало ходят в театр в России. По-моему, 3% ходят, посещают театр вообще. Потому что неинтересно, наверное. Есть разные причины. Есть причины такие, что кто-то считает... Ну, у кого-то есть уже устоявшееся мнение, что в театре это какие-то плохие декорации, дурными голосами кричащие люди и так далее. Очень часто это воспоминания у людей из детства, потому что они когда-то попали на какой-то ужасный спектакль и так далее. Вторая причина, мне кажется, молодёжи. Это не очень интересно, потому что глобально такая машина, как государственный театр, не общается с ними, не идёт с ними на диалог. Я имею в виду диалог такой... Театру мало знаком, там, современный пиар, да, Инстаграм и так далее. Темы, которые идут в театре и вот это всё. Поэтому, мне кажется, молодёжная публика из-за этого туда не ходит. Ну, я имею в виду совсем молодых людей, да, там, 14+. Ну, это вопрос, как бы, открытости театра к подросткам и вопрос диалога. Потому что я не думаю, что если их заманить, то они не будут посещать театр. Я думаю, что это вот как раз-таки всё-таки разные миры. То есть театр живёт в одном мире государственный, там, как, ну, как вот механизм, а ребята совсем в другом. Ну, потом ещё причина, я думаю, что у людей нет времени, люди много работают. Там, да, причин миллион, на самом деле. Ну, 3% — это прям попугающая цифра. Ну, я думаю, что и читает не больше. Ну, это вопрос ещё, что читает. Лично вы почему пошли по пути документального театра? Ну, так, наверное, просто получилось, потому что я работал в театре ДОК. На самом деле, если так посмотреть, у меня, наверное, 50 на 50 документальные и недокументальные проекты. Ну, документальными проектами интересно заниматься в том плане, что ты действительно вообще создаёшь всё с нуля. И у тебя есть полное ощущение создания. То есть, начиная от пьесы, это такой вот полный путь вообще сочинения. Ну, и это очень интересно, как бы, собирать материал, расшифровывать его, ну, вообще разбираться в материале. То есть, это ещё такой немножко археологическая такая работа, такие раскопки. И это, конечно, дико увлекательно, потому что ты никогда не знаешь, на что ты можешь вдруг нарваться. То есть, могут быть вообще такие алмазы и бриллианты, а может быть, очень долго ты что-то делаешь, ты понимаешь, что нет темы, нет героев, и ничего из этого не получится. То есть, это вообще такой вот, ну, прыжок без парашюта. И это, конечно, дико интересно. Кинокритики сейчас говорят, что в современной России почти не осталось хороших сценаристов. Ну, там, какое-то время, как говорят, была школа потеряна, и вот сейчас это очень остро ощущается в мире театров. Как с этим дело обстоит? У нас драматургов очень много хороших. И каждый год Любимовка открывает ещё два-три имени. Поэтому кинокритикам совет, пусть идут за сценаристами в театр. Расскажите, что вы сейчас делаете в нашем городе, в Саратове? Нас пригласили сделать документальный спектакль к столетию саратовского тюза имени Киселёва. И вот мы сейчас работаем над этим спектаклем, премьера которого состоится 4 октября. Документальная пьеса, которую мы написали с драматургом Мариной Крапивиной. Мы брали интервью и общались с многими, кто работает в тюзе, кто работал в тюзе. И на основе этих интервью, на основе архивных материалов написали пьесу, которая от 18-го года создания тюза до 18-го года сегодняшнего дня рассказывает нам историю саратовского тюза, историю людей, которые там работали, историю, конечно же, Юрия Петровича Киселёва и вообще всех-всех-всех, кто имел какое-то отношение к саратовскому тюзу. Спасибо большое. На сегодня в гостях был Талгат Баталов, режиссёр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, расшаривайте видео и увидимся через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова